Привет, меня зовут Марина Ингрид, и сегодня мы находимся в Тинтэджел замке. Расскажу вам про него в этом видео. Пойдемте. По-русски этот замок называется Тинтагель или Тинтажель. И по сути от него остались только руины и кое-где виден фундамент. Замок находится на севере графства Корнвелл. И известен он тем, что по легенде именно здесь был зачат король Артур. Странный факт, так как это недоказуемо. Кто свечку-то держал? Видимо, волшебник Мерлин, который жил в пещере неподалеку от замка. Ведь именно он помог Артуру стать королем. К сожалению, пещеру внутри мы не видели, так как не знали, что во время прилива туда можно попасть только вплавь. И купальники мы не взяли. Я вообще не подозревала, что в музейном комплексе можно плавать. А народ там плескался в морюшке. Очень даже было ощущение, что теплая вода. Не знаю, Куки наш вот залез. Ему купальник не нужен. Повезло. Очень много ходит легенд про короля Артура. Одна из популярных появилась после цикла поэм Альфреда Теннисона, который написал в XIX веке. Такие строки. Тогда-то и нашли дитя Ногоя в угрюмом Тинтагеле на песке у моря Коронуольского. Тот мальчик и был Артура. Мальчишка растили до той поры, покуда неким чудом он не был королем провозглашен. По легенде, волшебник Мерлин поставил условие отцу Артура, королю Пендрагону, что тот отдаст новорожденного мальчика взамен на ночь с прекрасной Грейной, которая станет матерью Артура. В тот момент Игрейна была женой герцога Корнуэльского, и Пендрагон явился к ней в его образе. Вскоре герцог Корнуэльский погиб в сражении, и король Пендрагон стал жить с Игрейной. Спустя девять месяцев родился ребенок, и королю Пендрагона пришлось отдать ребенка Мерлину, как он и обещал. Мерлин начертил на лбу мальчика таинственный знак и передал ребенка Сэру Гектору на воспитание. Подробности истории читайте в книге Питера Акройда «Король Артур и рыцаря круглого стола». Много разных книг и фильмов посвящено легенде о короле Артура. Я упоминала только о двух. Если вы вспомните еще какие-то, напишите в комментариях. Обсудим. Мы сейчас здесь. Для того, чтобы попасть в замок, надо пойти вот по этой дороге и пройти через море. Мост. Мост современный, конечно, уже. Здесь мы погуляем, а потом вернемся назад через деревню. Несмотря на то, что добираться до этого места от Лондона довольно-таки долго, оно все равно популярно среди туристов и англичан. И недавно местные власти решили сделать его еще более популярным. Они наняли художника, который вырезал бородатое лицо волшебника Мерлина на скале. Брельеф можно увидеть только со стороны пещеры. И мы не видели этот брельеф, потому что, ну, как я уже сказала ранее, мы не взяли купальники. Выглядит это чудо вот так. Показываю вам фотографии из интернета. Англичане возмутились этому поступку властей и назвали это диснефикация от слова Disney и примитивизация английской истории. А вот что делают эти люди возле скалы? Мне сказать сложно. Как будто пишут записки с желаниями и засовывают их, как в стену плача. Может быть, тоже просят об исполнении желаний. Но я бы, волшебника Мерлина, не стала бы ни о чем просить. Слишком высокая цена отдать ребенка за желание. За ночь. За прекрасную ночь. Как вам кажется? Если легенда о короле Артура вам не близка, а больше интересна реальная история с археологическими раскопками, то это место вам тоже будет интересно. Поселение появилось уже здесь в 700 году нашей эры. И до сих пор видны, где находились домики, которые были удивительно крошечными. Посмотрите. Это старый город. Мы сейчас пойдем в домик. Там, правда, остался только фундамент. Смотрите, какой маленький он был. Вот в таких маленьких домиках здесь раньше жили люди. Когда смотришь на эти постройки, думаешь, что строили тогда на века. Есть доказательства, что в средневековье в Тентагеле находился центр торговли. Сюда приходили корабли со стороны Атлантики и Средиземного моря. Поэтому в XIII веке Корнвелл, графство, где находится замок Тентагель, был очень важным центром. А его граф Корнвелльский был одним из богатейших и могущественных людей в Европе. А это кухня и обеденный зал замка графа Корнвелльского. Мы здесь обедали. Сыр, курица, яблоко. Это, по-моему, грибы. Надо смашемся. И вот винишко тут налиты. А, хлеб. Сам замок Тентагель и деревня находятся на острове. Чтобы туда попасть, надо пройти по современному мосту. Мост очень длинный. И у него такой настил довольно-таки необычный. Какие-то колючие камни. И наша собака на нем смешно себя вела. И вокруг столпились люди, смеялись и хотели его погладить. А он чесался таким образом на этих камнях. Посмотрите. Может, вам тоже покажется это забавно. Раньше Куки ужасно велся на камеру и постоянно лаял. Не знаю, заметили вы или нет перемены в его поведении. Объясню сейчас, как это произошло. Хочу вам показать вот такую замечательную вещь. Это для собаки. Называется Head Corrector. Это такой спрей из воздуха. Там нет никакой жидкости. Ничего такого нет. Просто он издает противный звук. Я не буду вам его сейчас демонстрировать. Потому что собака боится. И он сразу убегает. Но он теперь знает, как выглядит этот спрей. Поэтому уже при виде этого спрея он замолкает. Поэтому мы теперь его используем для съемок. По территории музея приходится много ходить пешком. Нам это только на руку. Собаку выгули. А вот те, кто ходить не хочет, тот может купить билет на проезд по музейному комплексу в Рейндж Ровере. Это английская машина, если кто не знает, немножко похожа на УАЗик. Такие вот джипчики ездят по территории. Может быть и стоит сэкономить силы и оставить их на прогулку по городу. Тут тоже есть интересные места. Средневековый дом, например, который выглядит как будто вот-вот развалится. В нем с викторианских времен находилась почта. Этому зданию 600 лет. Мы попали там на выставку продажу местных художников. И даже кое-что купили. Довольно-таки миленькими показались вот такие пумпончики по фунту 50. Ну, они мне напомнили какое-то детское творчество. Сделаны они были в форме барашков. А это подушки для телефонов. Кстати, довольно-таки классная идея. Посмотрите, Даниил купил такую своей маме. А вот эти поделки из фанеры привлекли меня. Это вообще брошки. Здесь красивые рисунки. Там указатель на замок Тинтагель. Приглянулся еще стенд с домиками соседей и шапка Мерлина. Обычно я ничего не покупаю на таких ярмарках. Но тут что-то захотелось. Я купила вот такие две брошки. Бутылочка джина и роза. И чайка, ест чипсы. Это место, как место рождения короля Артура, стало очень популярным в викторианское время. Особенно легенду об Артуре любили прерафаолиты. Это направление в английском творчестве, которое боролось с условностями викторианской эпохи. Оно как раз и появилось в середине 19 века и продлилось до начала 20 века. Сзади меня находится здание большое. Это отель, который построен в викторианское время и называется он Камелонзи. Они стилизовали это здание специально. Тогда они возрождали как раз легенду о короле Артура. Здесь есть еще одно здание того же времени. И оно называется Залы короля Артура. Были они построены миллионером-романтиком. То есть он был одним из прерафаэлитов. В здании 72 витража. И их художник был ученик известного Уильяма Морриса. Эти витражи рассказывают легенду о короле Артура, которая была так популярна у течения прерафаэлитов. Посмотрите, какая красота. Сейчас это просто музей. Здесь, может быть, что-то и проходит. Но в данный момент я просто как турист пришла послушать эту историю, легенду о короле Артуре. Ну вот, я опять вернулась к королю Артуру. А ведь это место еще известно своей любовной историей Тристана Изольда. Изольда ведь была королевой Корнула. И как раз в замке Тин-Тагель есть сад, разбитый в районе 230 года. И якобы именно здесь встречались влюбленные Тристана Изольд. Сейчас в саду есть мемориальные плиты с цитатами из поэмы. Сад выглядит лужайкой, а пальмы на острове появились относительно недавно. У Тристана Изольды их не было. Вот мы и закончили нашу экскурсию. Надеюсь, она вам понравилась. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал «Жизнь в Англии». С вами была я, Марина Ингрид. Чао! Спасибо за субтитры!